Звезды ТВ-3 Ведущий программы «Х-версии» Иван Коновальцев бросил съемки в студии, чтобы, ни много ни мало, найти место посадки аппарата пришельцев. И где? В самом центре Москвы. Вместе с экспертами канала ТВ-3 он участвует в приключенческой игре по мотивам знаменитого сериала «Секретные материалы». В Москве когда-то приземлилась летающая тарелка, она была зарыта, спрятана, и в советские времена ее откопали, нашли. И сейчас также игроки могут ее попытаться найти в городе Москва. В общем-то, в этом сюжет нашего квеста. В этом расследовании участвуют и фанаты «Х-файлов». Вместе с телезвездами они разбиты на несколько команд. Кто быстрее всех обнаружит условное место посадки внеземного корабля, тот и станет победителем. Чтобы успешно пройти этот сложный квест, недостаточно лишь интуиции, смекалки и быстрых ног. Необходимо еще по-настоящему быть фанатом сериала «Секретные материалы» и примерить на себя роль знаменитого агента Малдера, который, как известно, обладал нестандартным мышлением. Только благодаря этому можно отгадать на пути все сложные секреты и коды. На каждом этапе игроки получают в приложении на смартфоне задания и зашифрованные ориентиры для поиска. Для их разгадки любителям сериала приходится изрядно поломать голову. Надо было найти священника в библиотеке. Там стоят скульптуры, мы нашли папу римского и там была написана фраза. И, соответственно, мы вели эту фразу и нам дали следующий квест. Находить коды с каждым разом становится все сложней. Особенно, когда на пути возникает один из самых знаменитых персонажей фильма – агент по прозвищу Курильщик. Чтобы получить от него помощь, игрокам нужно продемонстрировать свои знания сериала. Вы пытались меня запутать. Напрасно. Я видел, как умирает президент. Квест длился несколько часов. Все это время игроки кружили по улочкам Москвы и, как оказалось, условное место посадки корабля инопланетян находится недалеко от стен Кремля. И первой сюда пришла команда «Летающая кружка». Победители получили ценные призы, однако самым главным подарком для фанатов «Х-файлов» представители канала ТВ3 считают возвращение легендарного сериала на телеэкран. Мы надеемся, что новое поколение, которое выросло без «Х-файлов», без секретных материалов, смогут погрузиться в этот, на самом деле, совершенно фантастический, потрясающий мир, в котором вопросов больше, чем ответов, и ощутить и пережить то, что когда-то переживали их родители. Уникальные расследования секретных агентов стартуют на телеканале ТВ3 30 июня. Накануне показа в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге также пройдут приключенческие квесты по мотивам «Х-файлов». По словам организаторов игры, для фанатов культового кино это словно разминка перед настоящим мистическим телемарафоном. Ведь в сериале секретные материалы более двухсот эпизодов, и в каждом из них зрителя ждет новая захватывающая история. Сергей Нехаев, Алексей Глазов, ТВ3. Субтитры создавал DimaTorzok